Мистер Трамп в одном из своих заявлений сказал, что мы должны заниматься своими проблемами, американскими, и нечего нам тратить миллиарды на защиту наших союзников по всему миру. И при этом Пентагон выбивает рекордные 630 миллиардов долларов. Это в первую очередь Япония. Хотя сами японцы платят за американские базы на своей территории, но американцы тоже очень много. И вот в этой ситуации японцы испугались остаться без американского зонтика наедине с ядерными Китаем, Россией, да еще КНД. Мысль понятна, спасибо. Юрий, вот исходя из только что протранслированных, получается замкнутый круг. С одной стороны, давайте сотрудничать экономически, а мы им это предлагали еще в 90-е годы. Это же мы первые. Господин Панов, бывший посол России в Японии, говорил об этом. Ребята, давайте, хотите примириться? Идите к нам, несите деньги, тратите здесь и у нас, развивайте инфраструктуру. С другой стороны, как можно сотрудничать экономически плотно странам, которые не заключили мирный договор? Но при этом мирный договор мы можем заключить только когда разберемся по Курильским островам. С чего мы начнем-то? С решения Курильского вопроса, с заключения мирного договора? Или все-таки будем сотрудничать и дружить в экономике, а эту историю задвинем туда, на антресольку, куда подальше? Я думаю, что на антресольке надо задвинуть. Но вот, понимаете, мы все время говорим, вот сейчас в декабре приедет Путин в Токио, они с Абе поговорят, договорятся об этом объеме или о том объеме. А ведь далеко не факт, что Путин туда приедет. Далеко не факт, что американцы позволят Абе Путина принять. Потому что Абе сейчас рассчитывает на то, что будет пересменка в Ажингтоне, и он немножечко еще пространство отвоюет для Японии. Если Путин туда приедет, даже без всяких результатов окончательно, это будет большая победа дипломатическая для Абе. Он отвоюет кусок независимости. А судя по тому, как сейчас в последние дни развивается ситуация, что мы фактически стоим на грани войны, я не думаю, что в декабре... А чему ему стоило в мае приехать в Сочи? Американцы позволили. Американцы позволили. А один раз ему позволили, один раз ему не позволили. Он каждый раз спрашивает разрешение у американцев. Не стал бы слишком преувеличивать роль Америки здесь, в наших отношениях. Но тоже ситуация в Азии отличается от Европы. В Европе, да, есть Украина, есть европейские страны, есть вот эта конфронтация, которая всем известна. В Азии там другая ситуация. В Азии экономический военный подъем Китая. Соединенные Штаты считают это не просто вызовом, это прямая угроза. Так же, как и Япония. И с этой точки зрения отношения с Россией, как для Америки, так и для Японии, это элемент баланса сил. И поэтому мне кажется, что Соединенные Штаты не будут уж так сильно возражать против российско-японского сближения. Да, действительно, были заявления и представители госдепартамента и так далее. Но примечательно, что Абе совершенно демонстративно их игнорировал. И более того, заявил публично, что он будет развивать отношения с Россией, несмотря на любые заявления. Поэтому мне кажется, что Соединенные Штаты с одной стороны заявляют об этом, а с другой стороны, в общем-то, они не будут сильно возражать против этого. Спасибо, Виктор. Секундочку. Мне хочется, знаете, что понять. А как вообще мы и японцы к этому вопросу относятся? Вот Левадо-центр говорит о том, что 72% респондентов категорически против передачи... 78. 78, простите. Столько срезал прям, просто скосил. 78% респондентов считают, что нельзя ни в коем случае отдавать ни пяди земли японцам. При этом японцы, а мне об этом говорил господин Панов, японцы вроде как 50 на 50, они про эти Курилы особо-то и забыли. Вы, как человек, который долгое время прожил в Японии, скажите, для кого этот вопрос принципиальный? Для нас, россиян, или для японцев? Ну, конечно, для японцев. Для них это ключевой вопрос. Мы вообще можем об этом вопросе не говорить, да? Вот это, во-первых. Во-вторых, ситуация немножко поменялась. Действительно, раньше были серьезные протесты, а сейчас протесты практически не наблюдаются. Очень интересно, что за последний год, когда АБЭ начал вот эту свою политику на сближение с Россией, и уже практически с 15-го года говорят о том, что АБЭ готов согласиться на два острова, плюс какая-то альфа, да, протесты практически нет. То есть, никто не стоит у посольства, да, не выступает. Это в основном были правые силы, которые всегда на день северных территорий выходили к посольству, да, и протестовали. Население так очень смутно представление имеет об этой территории, поскольку эта проблема постоянно поднимается. И понимаете, тут что важно, что вот все газеты всегда начинают переговоры с Россией о территориальном вопросе. Вот это тоже не совсем правильная политика, потому что получается так, что Япония заинтересована только в решении территориального вопроса. А заинтересована ли она в отношениях, в реальных отношениях с Россией, в улучшении этих отношений? Или после того, как они, ну, допустим, гипотетически получат какие-то пару островов, то они сразу потеряют интерес к Японии? Ведь такое тоже очень возможно. То есть, к России. Такое тоже очень возможно, что, в общем-то, так ставится вопрос в Японии. Давайте поможем России, давайте экономическое сотрудничество наладим, за это мы получим что-то, да? Мы должны ставить вопрос по-другому. Давайте сближаться, давайте становиться партнерами реальными. Потому что Япония должна для себя... А Японии это надо? Вот Японии нужно для себя решить, кем она с Россией хочет быть. Если она... Смотрите, цифры. 660 миллиардов в год работают японские, из них на нас приходится 12,5 миллиардов. Мы им вообще нужны? Да, я сейчас скажу очень... В точки зрения, да. Японский бизнес не заинтересован. Его тащат за уши сейчас, в данный момент, да? Потому что он кредитуется в Соединенных Штатах, конечно. Вы знаете, санкции против японского бизнеса... Проблемы санкций, вот у нас забывают, проблема санкций, она все равно остается. Все эти экономические сотрудничества, которые предлагает сейчас Япония, так, чтобы они шли, значит, не вразрез с санкциями. Япония не будет сотрудничать с нами, значит, если она будет понимать, что санкции последуют в отношении японского бизнеса. Поэтому санкции остаются санкцией. Об этом, кстати, недавно обоговорил с Байденом, подтвердил, что мы будем продолжать участвовать в санкциях. Поэтому в итоге получается, что японцы предлагают нам какую-то вот эфемерную помощь, там где-то что-то улучшить, получают острова и уходят. И им больше неинтересно, понимаете? Вот сейчас такой вопрос. Ну, понимаете, вот это вот несбалансированное решение вопроса, оно очень предлагалось японцами в 90-е годы, когда они хотели выкупить Курильские острова за 28 миллиардов долларов, при условии, что Курильские острова в год, если выкачивать биоресурсы, могут приносить до 4 миллиардов долларов. Кстати, Гавайя, переходя к следующему вопросу, а, собственно, что такое Курильские острова? Как там люди живут? И живут ли они вообще там? Мы посмотрим сюжет, а потом вернемся. Внимание на экран. Туда не просто попасть, выбраться оттуда еще сложнее. Прямо край света. Один из самых отдаленных уголков России – Курильские острова. Население, а это 19 тысяч человек, проживает постоянно только на Курымшире и Турупе, Кунашире и Шикотане. Кунашир – самый южный из Курильских островов. Делепленно через пролив меньше 30 километров. Административный центр – Южно-Курильск. Самое крупное поселение Кунашира. Население постоянно ведет борьбу с океаном. Частые штормы нарушают все планы жителей. Сегодня тут редкий день, когда в Тихоокеанской бухте штиль, а на небе не облачко. В такую погоду хорошо просматривается снежная шапка на вулкане Менделеева. И в последнюю очередь ради этого вида из окна квартиры Нина Кремкова перебралась на Курила. Заманил Кунашир. Да, заманила все-таки эта обстановка, эта погода, кругом море, обалденная природа. Практически сразу дали квартиру, жильем обеспечивают, конечно, хорошо. Океан дает островитянам почти все, что нужно для жизни. А остальное – с материка. Вот корабли привезли капусту, мешки с новогодними подарками, бутыли с питьевой водой. Судно прибыло из Владивостока. А это средний рыболовецкий синий ратлас. Вернуться с промысла идет разброска ментая. Основной здесь промысел Кулашевский пролив, Южно-Курицкий пролив, пролив Екатерина. До района промысла 6-8 часов. Основной вид промысла наш – это ментай, треска, камбала, навага. Атлас – довольно старый корабль, как и весь рыболовецкий флот Кумашира. Все суда еще в советской постройке. Зато рыбкомбинат, куда поступают уловы, построен недавно. Технологии обработки рыбы современные, вручную только укладывают рыбы в контейнеры. А это остров и турок. Четыре рыбы, перерабатывающих комплекса. Рыбоводные заводы, собственная флотилия. И стало быть, рабочие места. Сегодня местные жители жалуются, главным образом, на плохую мобильную связь и дорогие продукты. Маленькая буханка хлеба – аж 50 рублей. Баночка йогурта – 80, литр молока – 120. Мясо на Кулашире все привозное, в основном импортное. И стоит не меньше 700 рублей за килограмм. Закурива строится как в космосе. Вот такой маленькой запчасти не хватит. Пока дозакажешь, пока придет чебень, песок, цемент, все строительные материалы, пиломатериалы. Полностью все. Очень сложно. Именно в этом плане. Фермер Коба Бабакаидзе начал строительство первой в постсоветской истории курил свинофермы. Он получил грант регионального министерства сельского хозяйства для начинающих фермеров. И планирует обеспечить треть потребностей острова в свинине. Это 73 тонны мяса. Почти 600 свиней. Для оснащения наших птицеводских помещений, для содержания птицы, значит, животноводских помещений, строительство, реконструкция, модернизация размещают затрат с областного бюджета в размере 70%. Кроме расходов на строительство, власти взяли на себя и часть затрат по доставке комбикорма. Его на остров, разумеется, тоже везут морем. Из-за чего стоимость каждой тонны вырастает почти вдвое. Еще в прошлом году в местных больницах и поликлиниках штат врачей был заполнен только наполовину. Региональные власти решили проблему просто. Врачам дали хорошую зарплату, миллион рублей подъемных, современное оборудование и, главное, служебное жилье. Раньше мы, когда была очень напряженная ситуация с врачами, мы брали уже кого, кто обращался, то в настоящее время предложения превышают спрос по многим специальностям. Одно из излюбленных мест туристов – Курильский остров Итуруп. Туристическим сезоном здесь считаются всего два месяца – июль и август. В прошлом году за этот период на острове побывали около 10 тысяч гостей. На Итурупе только одна гостиница. Впрочем, главная проблема не в этом. Сдерживающим фактором по-прежнему остается транспортная составляющая. На сегодняшний день на Итуруп Сахалина выполняется всего 4 рейса в неделю. Нам нужно, конечно, больше. Потребность очень велика. Билеты расподаны на два месяца вперед. И, конечно, это не может способствовать передвижению каких-то более или менее серьезных групп. Последние годы на Курильских островах активно ведется строительство. Новые дома, больницы, детские сады, школы, дома культуры, спортивные комплексы. И самое непривычное для местного населения – асфальт. Сегодня на Кулашире и Турупе построены современные причалы. Для жителей Куриль действует безвизовый режим с Японии. Однако местные редко пользуются этим правом. В среднем за год туда ездят около 400 человек. Анатолий, сразу разделим. Вот есть экономическая ценность Курил и есть военно-стратегическая ценность Курил. Какая она? И в первом случае, и во втором. И действительно ли там масштабы таковы, что от Курил вообще ни в коем случае, ни в каком виде отказывается? Да, очень кратко. Мне очень понравился вот этот ролик, который вы сейчас показали. Потому что у нас в народе, почему-то это в 90-е годы создано такое впечатление, что это вообще нищета, что там ничего нет. Я могу подтвердить все то, что было в ролике. Жизнь там улучшается, причем улучшается реально. И это происходит благодаря тому, что центральное правительство наконец-то озаботилось и стало выделять для этого средства. Но Медведев сказал до 2025 года 60 тысячам миллиардов. Говорят, что часть разворовывается. Я этого не знаю, может быть. Но то, что происходит изменение, это точно. Теперь по поводу, значит, ну что касается биоресурсов, это нашим телезрителям важно сказать, что таких мест, я всегда это говорю, на земле всего 10. Рыбных, да? Да. Это называется апвелинг. Ап – это по-английски вверх, апвелинг – это значит хлынуть. То есть, когда теплое течение встречается с холодным, а холодное оно насыщено питанием для рыбы. Кстати, вода там не замерзает даже зимой. Да, поднимается наверх, и туда устремляются огромные стада рыб всевозможных и морепродуктов. Вот. Это что касается экономической... А как же золото, линии, верхние... Это все есть, линии есть, да. Сера. Единственный выброс у нас в стране – это на эту рупию. Рение. Теперь, что касается военно-стратегического значения. Некоторые, значит, в споре со мной говорят, что, дескать, ну, наши лодки переведены на Камчатку, стратегические, поэтому им эти проливы якобы не нужны теперь. Но у нас есть Тихоокеанский флот, который базируется в Владивостоке, и он должен иметь выход в Тихий океан, правильно? А это как раз те самые удобные острова, как вы правильно говорите, не замерзающие зимой, что очень важно, и глубоководные. Сейчас, по решению ООН, с которым согласилась и Япония, Охотское море – наше внутреннее. Если мы открываем эти проливы, туда устремляются не только браконьеры со всего мира, в первую очередь японские, но и военные суда. И это заставит нас платить за усиление обороноспособности гораздо больше, чем нам японцы могут дать. Ясно. Спасибо. Алексей, я хотел бы все-таки две реплики сказать, которые я хотел, но вы мне не давали слова. Значит, первая реплика, уважаемому коллегу, Япония обязалась признать все соглашения союзников, подписав Сан-Франциский договор. Поэтому говорить, что она не признавала Ялту – это совершенно некорректно. Это первая реплика. Насчет того, что у нас нет, как я понял из вашего выступления, международно признанной границы – это тоже неверно. Тот же самый документ, в 60-летие которого мы сейчас будем отмечать, означает, с международной правой точки зрения, что японцы признали наш суверенитет, а значит, существующий там границу. Если они согласились, что мы им передаем два острова, Бог с ним будем называть два острова, после заключения мирного договора, значит, не наш суверенитет. Поэтому говорить о том, что они не признали границу – это просто нечестная игра. И в довершение моего тезиса могу привести вам несколько карт, в том числе и карт Южной Кореи, где граница наша красненькая, вот там вот показана, как раз там, где она проходит. То даже если у нас есть какая-то мертвая скала, на которой никто не живет и вокруг никто не плавает, и эта скала является территорией Российской Федерации, ее нужно кому-то отдавать, только потому, что кто-то этого хочет. Я вас понял, спасибо. Юрий, насколько мне известно, мы же Китаю в 2004-м какие-то там земли передали и подружились, и никто особо шумихи по этому поводу не поднимал, а сейчас вот о Курилах заходит речь, и сразу гром гремит. Почему бы, ну, как вариант, как фантазия, я только хочу выяснить почему. Почему с Японией так сложно решается этот вопрос, при этом с Китаем в первую очередь… Ну, в первую очередь, потому что у нас разный уровень отношений с Китаем и с Японией, да? В 2004-м году, когда Путин подписал документ, и в 2005-м году, когда это реально было передано, вы помните, какие отношения у нас уже были с Китаем, и какие отношения у нас сейчас с Японией. И то, что Путин полностью восстановил международно признанную государственную границу, это великое дело, потому что мы видим, что вот Япония с Китаем не установили границу, а по совету Дэн Сяопина оставили будущим поколением. Они сейчас имеют проблему с Энкаку. Да. Дяо-юдао. И вот смотрите, вот, кстати, об островах. Обратите внимание, что у японцев территориальные споры со всеми соседями по поводу островов. Со всеми. С Чужой Кореей, с Китаем, с Китаем. И они забывали, и с Америкой на самом деле, потому что Маршалово, Каролинские и Марианские острова. Вот, и Окинава. Вот в Китае уже пошли демонстрации людей, которые говорят, что Окинава – это исконне китайская территория. Так что японцам лучше ящик Пандоры не открывать. Виктор, тот же самый вопрос. Курилы чем ценны для России? Просто жители Курил иногда думают, что о них вспоминают только когда встает вопрос, кому их передать. А так они забытые территории. Не, ну сначала там, если касаться Хабамайш и Катан, то мы же собирались их передавать по совместной декларации. Поэтому, в общем-то, их даже готовили к этому первое время. А потом, видимо, не доходили руки у центрального правительства этих островов. И дошли вот только... У нас, в общем-то, не только до Курилы руки не доходят, если уж говорить об этом. Ну, а прежде всего я бы хотел сказать, что, в общем-то, в нашей Конституции указано, что это территории наши. И как бы... Территориями мы не торгуем. Да, и вот, носите, если выходить на вариант 1956 года, нужен референдум тогда будет? Конечно. А как еще? Записано в Конституции, что это наша территория. 78% людей против. Ну, дело в том, что тут есть такой момент, что декларация 1956 года является международно-правовым документом. Который, в свою очередь, согласно Конституции России, статья 15, имеет преимущество по отношению к внутреннему законодательству. То есть, это международное правовое обязательство, которое Россия должна учитывать. Его нельзя полностью игнорировать или, так сказать, сказать, что это девятой статьи нет и так далее. Уже другой вопрос, как ее выполнять, как ее реализовывать. Но, вот, говорят, что давайте мы девятую статью выбросим, оставим просто декларацию 1956 года. Это нельзя. Это и цельный документ. У меня маленький вопрос. В решении этой проблемы может быть исход win-win оба победителя? Как говорит Путин? Я думаю, что, конечно, может быть. Конечно, может быть. Но для этого, я думаю, что сейчас первый шаг должна сделать Япония. Потому что мы уже сделали этот шаг. И это было сделано еще, наверное, 15 лет назад, когда мы подписали Иркутскую декларацию. Дальше мы ждем вот этого меча, который на японской стороне находится. Первый шаг должны японцы сейчас сделать. А дальше уже нужно думать, как эту декларацию выполнять, как ее реализовывать, на каких условиях и так далее. Я вас понял. Сергей, все-таки и Лавров в 2004 году, и Путин в 2001 году, да, они объявили о том, что мы правоприемники этой страны под названием СССР. И вроде бы мы согласны с позицией декларации 1956 года. И если японцы согласятся на эти два острова, мы-то их отдадим? Как вы считаете? И к чему это привезет? Нет, никогда. Отдавать нельзя. Здесь другой термин должен быть. Во-первых, действительно, документ 1956 года – это важнейшее международное обязательство. И, сказав А, надо говорить Б. Пусть японский премьер на меня не обидится. Но все-таки это нужно продолжать с японцами искать такой вариант, который действительно пришел, привел бы к этой хикибаке японской. Тушицин сказал, будем, ничья. Вот. Уин-уин сценарий, он просматривается. Много разных сценарий, которые вы не успели просмотреть. Например, общее какое-то совместное законодательство, которое не было бы ни полностью российским, ни полностью японским, как временная мера. Это надо обсуждать. Не надо так делать, но... Спасибо, спасибо. На сегодняшней дискуссии хочу добавить только одно. В свое время наши правители подумали, что в Аляске нет никакого толка, и что нужно ее продать. И до сих пор выкатки-то кусают. Это были мнения экспертов. Ни один из них, ни одно это мнение вам, правда, не навязывает. В конечном счете, выводы делать вам самим. Будьте с нами на ОТР. Пока. Пока.